Я приветствую еще раз всех участников сегодняшнего крупного стола. Еще раз хочу выразить мою благодарность за высокую честь стать членами экспертного клуба. Как вы правильно выразились, наше сотрудничество уже имеет многолетнюю историю. Сегодня этот факт таким красивым сертификатом был осуществлен. Уважаемые коллеги, я понимаю, что времени у нас мало осталось, но все-таки хотел пару слов сказать. Честно говоря, я еще нахожусь под впечатлением вчерашней большой представительной конференции, которая была посвящена столетию этого злочастного московского договора. Мы там были представители, большая представительная делегация из Российской Федерации, ученые, историки, политологи. Мы обсуждали эти вопросы. К сожалению, сложилось такое мнение, что да, ровно сто лет назад в развязанной гемористской Турции Турецко-армянской войне мы проиграли, потому что мы об этом историки говорили, приводили примеры, что, к сожалению, тогда мы не были союзниками России, в то время советской России. Даже наоборот, как бы мы находились в противоборствующих блоках в Антанте. И этим мы обосновывали и поражение в той войне. Сто лет назад мы были союзниками Российской Федерации, стратегическими союзниками. И развязанной, опять же, Турцией, Азербайджаном в этой войне, которую мы называем Второй Арцарской, но по нашему мнению это была очередная Турецко-армянская война. И мы в этот период, выступая как стратегический союзник Российской Федерации, к сожалению, в этой фазе войны потерпели поражение. И это воспринимается как поражение союзника России, Армении и победа Азербайджана в союзничестве с Турцией. Так, я хотел бы узнать, честно говоря, мнение уважаемого Владимира Анатольевича по этому факту. И воспринимается Россия и вот это в таком Руси. И еще об одном вопросе я хотел бы сказать. Приветствую все движения в сторону более тесного сближения на основе союзного, если хотите, договора. Российской Федерации, но у меня как беспартийной личности складывается такое мнение, что очень много различных партий, движений уже начали оспариваться, кто первым предложил этот путь. Я думаю, что, учитывая всю сложность сложившейся ситуации и делая выводы из истории и недавних событий, надо объединяться, надо выступать единым фронтом. Вот, как историк, я вижу выход из сложившейся ситуации именно в этом. И почти уверен, что разобщенное, разобщенное, хотя это надо приветствовать, что очень много сил различных для общественных, партийных верны вот этой идее, но я думаю, что разобщенное, к сожалению, мы можем потерять. Но я думаю, у меня еще будут возможности выступать с более обширными договорами. Спасибо большое. Спасибо.